Государственное имущество Это важная составляющая всего развития Потому что муниципальное имущество Государственное имущество Обеспечивает выполнение ряда задач, которые необходимы То есть если разделить его Есть имущество, которое предназначено для решения социальных задач И естественно оно не должно быть коммерциализировано Здесь надо учитывать, что ситуация нашего республиканского имущества не самая лучшая Например, можно сказать Допустим, согласно данным Минфина Что из 34 школ в Уфинском районе 22 школы требуют капитального ремонта Это конечно очень плохо Но есть имущество, которое должно приносить прибыль и доходы в бюджет За счет чего обеспечивается выполнение социальных задач У Башкирии действительно много земли Много недвижимого имущества Которое можно коммерциализировать Есть также и организации, которые должны платить дивиденды Общие сложности от имущества мы в этом году должны получить Около 12 миллиардов рублей Много это или мало Но тут надо учитывать У нас есть такие предприятия Государственные унитарные предприятия В частности, это Уфа-Водоканал Башкир-Автотранс От них предполагается, что получится 1,7 миллиона рублей Ну, скажем так Это в 4 раза меньше дохода президента Вернее, главы республики Вашкортостан То есть, почему так сделано, я не знаю Потому что тот же Башкир-Автотранс Может работать рентабельно И может платить прибыль Второе, у нас большая проблема в том, что Многие республиканские государственные компании Дивиденды не платят И здесь тоже очень большая проблема Потому что, если взять соседние регионы Если взять федеральное правительство Которое обязало все государственные компании Выплачивать 50% от чистой прибыли И это директива Которое исполняется Которое исполняется Но у нас, к сожалению, если взять, допустим, Башнефть Которая у нас четверть собственности Там платится всего 24% за прошлый год От чистой прибыли То есть, мы потеряли 50% доходов от Башнефти Это, я хотел бы сказать, большие суммы Которые мы потеряли просто так Они ушли на развитие компании Но, с другой стороны, мы должны Прежде всего, власть должна регулировать Развитие республики Потому что сумма, образно говоря Порядка 7 миллиардов рублей Которые могли бы еще поступить Можно было направить на строительство школ Это можно было построить школ Где-то порядка на 6 тысяч мест ученических У нас очень крайне не хватает ученических мест Но, к сожалению, скажем так Лоббирование интересов Башнефти Сильно превалирует над интересами республики И выполнение социальных обязательств То есть, здесь, если мы посмотрим Сами государственные компании Другие, допустим, Башпирт Ваш автодор То такое ощущение, что Решается там больше проблема Благосостояния топ-менеджмента Чем интересы бюджета республики Башкортостан Если взять, допустим, региональный фонд Он вообще по правилам является Институтом развития Но, если непосредственно взять его чистые активы На конец 2023 года Это 16 миллиардов рублей Но при этом надо учитывать Если взять его проекты Чистые убытки Уже зафиксированы Мы потеряли 10 миллиардов То есть, получается, где-то Две трети чистых активов Мы потеряли из-за неудачной деятельности Менеджмента данной организации Это можно говорить и про вложения в банки Там можно говорить неудачные проекты Другие Но тут еще нужно учитывать, что Вообще-то ни одного значимого проекта не реализовано И в прошлом году Получили прибыль 2 миллиарда рублей Чисто Эта прибыль получена за счет того, что региональному фонду Передали имущество республиканское И он, вместо того, чтобы эти деньги поступали в бюджет Он использует в своих целях Если бы 50% отчислялись в бюджет республики То 1 миллиард должен был поступить в республиканский бюджет Однако этого не произошло При этом зарплата на оплату труда составила 106 миллионов рублей Вроде небольшая сумма Но работает там 43 человека И если мы поставим, что один человек обходится организацией 200 тысяч Это примерно, ну скажем так Это и уборщицы, водители Там секретарей Я не думаю, что у них такие зарплаты Возникает вопрос Если организация неэффективна Зачем мы вкладываемся? Не проще ли бы ликвидировать И вот это Передать все активы бюджету И бюджет напрямую используют И прозрачно, и все видно При этом, вот что интересно Что руководитель фонда Авзалов Является фигурантом уголовного дела Есть лишь приговор суда Которым он осужден Но это не стало Его основанием для увольнения Но это, конечно, печально Но это факт Если мы возьмем корпорацию развития Это другой институт развития Совокупный убыток за всю деятельность Составляет около 350 миллиардов рублей О, миллионов рублей, прошу прощения Вроде небольшие суммы Но, с другой стороны А какие проекты мы можем сказать Какие они реализовали? Фактически нет Управление особоэкономической зоны Алга Управление территориями Опережащего развития Больше вложений, чем мы получаем оттуда Значимого эффекта для экономики Не несет Но, тем не менее, мы вкладываем все деньги И платим И тут еще надо учитывать Если взять другие Допустим, такой известный Это Башавтодор И он известен в большей степени Скандально Во-первых, постоянно он на грани банкротства И ему вливали тем или иным образом Постоянно имущество Там в последний раз, допустим, передали ему Организацию Стеритоматские железнодорожные Это железные дороги Стоимость около 300 миллионов Если я не ошибаюсь Тут же продали Тут же потратили Но вопрос В результате сейчас стоит вопрос Вообще передача его в частные руки И второе Криминальная история Которую попал руководитель Данной компании Министр транспорта Вице-премьер Который, если взять СМИ Там идет Прежде всего Коррупционная большая составляющая Связана со строительством Дорог в Башкортостане И тем не менее То есть и показатели, конечно, очень низкие И здесь Хотелось бы, чтобы Как-то государство наводило порядок И непосредственно Если мы будем говорить То у нас еще есть Такая компания Башавтотранс Ежегодно ему Выдаются дотации До миллиарда рублей Кроме этого Ему на миллиарды рублей Закупили автобусов А он убыточен И сильно убыточен Сотни миллионов рублей При этом Частные автоперевозчики Не получая дотации От государства Не получая Каких-то преференций Работают прибыль Так может быть Как-то поменять Насколько нам нужен Такой автоперевозчик Который за счет пенсионеров Содержится За счет людей Потому что эти деньги Которые мы Тратим из бюджета На обеспечение работы Башавтотранса Они фактически Идут из социальных затрат У нас всегда подчеркивают Что 80% расходов Бюджета Республики Это социальные расходы И получается За счет дедушек и бабушек Получается Некое материальное благополучие Топ-менеджмента Потому что в конечном итоге Какие преференции Получает республика Перевозят людей Да Но частники тоже перевозят Может быть Передать это Частного перевозчика Вот и также Необходимо Отметить Башспирт Знаете Вот эта скандальная история О которой Заявлено правоохранителем Что вывели там 400 миллионов Но я думаю Наверное больше Тем более Часть Как я понял Обвиняемых Или Последственных Я не знаю Как правильно назвать Вот Они признали Свою вину И уже Компенсируют Учерб Государству Но возникает вопрос А почему это произошло А где были Контрольные Органы Республики Башистан Чем занималось Министерство Имущества Ведь Минземоимущество Они обязаны Контролировать И Получается Так что Совершенно Бесконтрольно Тратится Наше Имущество И Фактически Оно уходит Из государственной Собственности Так как Они становятся Банкротами Еще как-то И Возникает вопрос Насколько Компетентны Члены Правительств Которые Занимаются Имуществом Республики Башкортостан Или же Они Коррупционно Схемы Составляют Которые Позволяют Уводить Деньги Из Республики Редактор субтитров Корректор А.Егорова